Начитался вчера фейсбука, где я забанен, ничего там написать не могу, хотел здесь сказать по поводу Зеленского и вот этого серийного публикования про бренд, про женок и так далее, и так далее. Вы знаете, видимо, у вас не хватает понимания того, что происходит в мире, что происходит в Европе и вообще, что делал и о чем говорил президент Украины в Париже и будет говорить в Берлине. Если для вас это главная тема, это неудачная фраза, но абсолютно нетрагичная и ничего там такого нет, в контексте это смотрится абсолютно как перечисление западных стереотипов про Украину, а вовсе не как восторг от этих стереотипов из Уззеленского. Я вас поздравляю, вы очень инфантильные, вы не понимаете сути или не хотите понимать, но, знаете, жизнь заставит, потому что то, что сейчас Макрон говорил на прессухе с Зеленским, то, что будет говорить Меркель, это склонение к миру с Россией на условиях того, что война России с Украиной замораживается в лучшем случае для них, да, но это самый худший случай для нас. И то, что Зеленский сказал, что он с этим не согласен, вот что главное, и что эту линию надо держать дальше. А все эти придирки к словам, ну, конечно, можно придираться до бесконечности, но мне кажется, это категорически неправильно, и я не приветствую таких вещей вообще. Речь идет здесь о внешней политике Украины, о том, что мы будем дальше делать, мы же обсуждаем какую-то ерунду, это потрясающий смантилизм общества, это десятая по счету тема, когда оговорки обсуждают. Но это просто не смешно, мы как серьезные люди не должны обсуждать суть, а не всякую ерунду. Извините за эту реплику короткую, но я так думаю, мне это очень не нравится, что оказывается не только российская пропаганда, но и наши внутренние какие-то распри могут скрутить мозги не в ту сторону многим разумным людям. Давайте прекращайте с этим, потому что главное не в этом, и сейчас речь совсем не о том, да, и никого Зеленский, естественно, оскорбить не хотел, но выразился неудачно, ну и что тут такого там, ну покритиковали и все. Но вот эти компании, они совершенно не нужны. Сейчас очень важные вещи происходят в мире, касающиеся Украины, вот на это надо обращать внимание и поддерживать проукраинский курс, а не заниматься ерундой, хайпами и так далее. Извините.